В доме пивушка, в доме, в здании находится там творчество, тоже магазин, где продают алкоголь. Как с этим бороться? Органы Международного Союза не реагируют ни на просьбы, ни на критику, ни на жалобы, ни на крики, ни на что. Значит, работать с этими всеми наливайками и разливайками очень просто. Их надо закрывать, а вместо них открывать совершенно другие. Креативное, а кто будет? А вы будете. С вами, с вами. Дают взятки, они открываются в каждом доме. У нас был магазин, это нижний магазин закрыть, нижний магазин открыть и кружку. Значит, дали взятку, милиция не стала составлять протокол, что мальчик там куда-то послал, хотя это очень серьезное административное нарушение, или там пописал в подъезде. Значит, дали взятку, и наливайка, несмотря ни на что, служит местом сбора всяких не очень социальных элементов. И находятся наливайки одна на другой. Все это для крупных городов сегодня характерно. И это не совсем наш формат, но мы все равно с вами будем на него переходить. Потому что это жизнь. И поэтому, секундочку, поэтому, создавая союзы советов новых квартирных домов, мы не только будем говорить о управляющих компаниях, о протоколах собраний, о ЖКХ, что там плохо сделал Сибиряк или Хоум Сервис. Мы все равно будем с вами скатываться, хотя первично не наша тема, на эту. Потому что сегодня это тема, которая бьет по правопорядку, бьет по нашим детям, бьет по их воспитанию. Поэтому, хотя изначально, Саша, у нас, не возбуждайтесь, формат другой, на самом деле все равно будем скатываться сюда. Вот линейная 99 задала вторую часть нашей работы, именно на тему, которая на самом деле у каждого очень болит. Я не думаю, что мы сейчас будем делиться тем, как мы эти вопросы решаем. У нас есть на эту тему предложения, которыми мы обмениваемся с силовиками, с правительством. В ближайшее время, я думаю, что мы эту тематику как-то у себя сведем, обобщим и будем внедрять в крупных городах. И Красноярск будет одним из первых, это точно. То, что советы многокладейных домов, это формат, заточенный на будущее, факт.